Всем привет, с вами Юлия Белова, это свежий выпуск телепроекта «Бизнес-ланч» на Первом городе. Каждую неделю на этой телевизионной кухне мы знакомимся с известным человеком нашего города и готовим его фирменное блюдо. И сегодня у меня в гостях концертмейстер Оркестра Русских Народных Инструментов имени Шаляпина, солистка ансамбля «3 плюс 2» Оксана Касимова. Оксана Касимова, концертмейстер Оркестра Русских Народных Инструментов имени Шаляпина, солистка русского концертного ансамбля «3 плюс 2». Профессионально играет на домре, любит путешествовать и печь торты для друзей и близких. Аксена, привет! Привет, Юля! Добро пожаловать с музыкальной кухней на кухню телевизионную. Безумно счастлива, что сегодня темп приготовим. Перед тем, как мы переступим к главной теме нашего с тобой разговора, что же мы сегодня готовим? Сегодня мы приготовим на этой замечательной кухне горячий салат, который называется Харусаме. Что у нас, какие ингредиенты? Это стеклянная лапша, фунчоза, грибы шампиньоны, филе грудки, обыкновенный, да? Обыкновенный, да. Обыкновенный. Перец болгарский, огурчик, соевый соус и водичка. В общем, давай я сейчас проявлю метод логики. Да, у меня есть логика. Мы фунчозу запариваем кипятком, грибы жарим, курицу жарим, это режем и все перемешиваем. И все перемешиваем, да. И все это делаем, конечно, с любовью. Обязательно. Потому что любовь спасет мир. На этой кухне делается все только с любовью. А для того, чтобы любовь эта умножилась, у нас есть наш любимый партнер, это компания Метро, которые предоставляют нам очень вкусные и свежие овощи и мясо. Если вдруг ты заходишь нашему салату добавить нотку какого-нибудь такого необычности, у нас огромное количество специй, выбирай, что тебе нравится. Я могу взять курицу. Я вообще специалист по курице, я не устаю говорить это каждую программу, потому что я развожу кур. Я знаю все про курицу. А я развожу кроликов. Так, значит, мы нашли друг друга. Филе курочки, да? Соломочкой. Соломочкой красиво. Не толсто, чтобы обжарить. Так, а я займусь грибочками. Отлично. Ты играешь на очень интересном музыкальном инструменте, который называется Домра. Все верно. И вот когда я готовилась к встрече с тобой, у меня висник вопрос, как такая красивая девушка выбрала не скрипку, не фортепиано, не что-то, а Домру. Мы приехали с мамой в музыкальную школу, и там была мода, все хотели стать пианистами. Это прям круто. Я буду играть на пианинке. Но мы не попали, потому что очень был большой набор. И мама говорит, ну пойдем на гитару. Для гитары, слава богу, у меня была слишком маленькая ручка. Я вообще была маленьким ребеночком. И тут ко мне подошла на тот момент незнакомая женщина, а в дальнейшем она стала моим любимым преподавателем. И вот до сих пор я играю на этом самом красивом, замечательном инструменте. Мне было 8 лет, когда я пришла в музыкальную школу. Отучилась 7 лет. Потом было среднее звено 4 года. Потом было высшее звено 5 лет. И в городе Кирове я уже 12 лет. И никогда не думала о том, чтобы... Может, да ну и вот и все. Какой-то был период в жизни, что я так подумала. Ну, наверное, я получила диплом о высшем образовании. И, наверное, пойду-ка я работать в другую профессию. И потом как-то так вот, как веревочка не вейся. Но она завелась, и я снова пришла в музыку. Но все равно, когда ты занимаешься музыкой, это тебе должно быть какое-то вдохновение. И как жить, когда, ну вот, ну нет его, а нужно выйти к людям. Ой, вдохновение, да? Вот как оно приходит? Как вроде сидишь, грустишь, надо заниматься, заниматься. Так. А потом выходишь на сцену, получаешь шквал этих аплодисментов, заряжаешься этим. Скажи мне, пожалуйста, у тебя недавно произошло очень важное событие в твоей жизни? 12 сентября произошло феерическое событие. Нас поздравили, нам вручили наше звание заслуженных артистов Кировской области. Хотелось бы отметить, что звание заслуженного артиста Кировской области получили также мои замечательные коллеги. Это Абашев Алексей, артист оркестра русских народных инструментов. Кирилл Запольский, артист симфонического оркестра. Илья Вагифович Резаев, артист... Торганного зала. Какой-то вам знак, наверное, дают диплом. Нам выдали значок и удостоверение. Это просто, наконец-то, пришло осознание, что тебя знают, тебя любят, тебя ценят. А есть у тебя в копилке, помимо вот таких вот... Ну, это глобальная, это, конечно, самая глобальная награда. Что-то, какие-то награды, которые ты, например, очень гордишься и очень... Ну, прям, если у тебя будет брать интервью какой-нибудь федеральный канал, ты в первую очередь про них расскажешь. Мы ездили на очень престижный конкурс, называется «Третий всероссийский». Он проходил в городе Тула, и мы нашим замечательным ансамблем «Три плюс два» взяли, в общем, третью премию. Там наисложнейший конкурс. Это было очень волнительно, потому что наши конкуренты – это тоже выдающиеся музыканты, то есть не все так просто. Ну, конкурсы – это, конечно, классно, но как вообще получается их в конкурсах поучаствовать и работу совмещать? Конечный результат у музыканта – это... Наверное, какие-то вот именно такие значимые награды. Да, значимые награды, то есть ты выходишь на сцену и подаешь результат. Слушай, давай немножечко проговорим про ваш классный коллектив «Три плюс два». У нас новый состав, да? Да, давай. У нас произошла некая перемена. У нас теперь новый участник – это девушка, она играет на баяне, ее зовут Анастасия Чемных. Значит, что у нас будет нового? Планируются концерты, концерты как в филармонии, так и за границей филармонии. 28 сентября у нас прошел концерт под названием «Квинтэнсенсия». Я думаю, что публике все очень понравилось. Каждый из нашего ансамбля является солистом. Естественно, каждый показал себя. У меня есть такой композитор, домрист Александр Цыганков, и я сыграла «Интродукцию» и «Чардаш». Где же мы можем лицезреть вот такую очаровательную, невероятную артистку? Я приглашаю вас 8 октября на открытие концертного сезона «Русских народных инструментов». Приглашенный гость, наш замечательный друг из солнечного Санкт-Петербурга Сергей Зыков. Программа называется «Киномузыка». Я порезала половину нашей ферешки. Все прекрасно, Юлечка. Я думала, что нам ее хватит. Да, молодец. Все, отлично. Теперь что мы делаем с тобой? Теперь мы наливаем маслице. А вообще какие планы на новый музыкальный сезон «23-24»? С оркестром мы поедем, дай бог, в декабре. Нас пригласили, там будут проходить неделя Кировской области. И мы вроде как бы поедем, не помню точные даты, либо 5 декабря, либо чуть-чуть подальше. Мы поедем в Москву и будем играть на ВДНХ в каком-то павильоне. Да, мы будем играть оркестром. А в рамках нашего города? А в рамках нашего города заходим на сайт Виатской филармонии и следим за концертами Виатского оркестра русских народных инструментов. Ну и, конечно, покупайте билеты. Их же там можно купить? Да. Вот. Также можно приобрести билеты по пушкинской карте. Пушкинская карта. Прекрасная. Слушай, у нас, я так понимаю, что все для салата, в принципе, готово. Осталось все обжарить. Обжарить, да. А потом сложить. Да. Отлично. Мы этим займемся прямо после рекламы на Первом городском канале. Оставайтесь на них. Дорогие друзья, наша программа посвящена не только кулинарии, но и полезным лайфхакам. Например, если вы хотите жить в городе, но за городом, как же это сделать? Расскажет мой коллега Антон Данченко. Привет, меня зовут Антон Данченко. Прямо сейчас я нахожусь в месте, где кишит работа. Здесь вокруг постоянно что-то происходит. Перед моими глазами уже открывается красивый вид, а я нахожусь в новом, современном и красивом доме ЖК Фьюжн. Прямо сейчас я нахожусь в одной из будущих квартир. Совсем скоро сюда будут заезжать первые жильцы после выполнения черновой отделки. В 2023 году очень приятно наблюдать, что дом полностью построен из силикатного кирпича. Надежно, экологично и тихо. Сейчас мы зашли в гости в одну из самых больших квартир жилого комплекса. Это трехкомнатная квартира площадью 78 квадратных метров. Огромное количество места, три комнаты и своя собственная красивая лоджия. Я хочу там побывать. Круто ведь? Помимо своей надежности, дом полностью обеспечен всеми необходимыми удобствами. От своей личной детской площадки и парковки, а также своей личной газовой котельной, до школы и садика с торговым центром в шаговой доступности. Не сказать, что я отработал полную смену, но частично выполнил один из пунктов настоящего мужчины. На один кирпич построил дом. Это же считается? Это считается? Побывал сегодня на настоящей стройке жилого комплекса «Фьюжн». Сейчас я нахожусь в месте, откуда совсем скоро в дома будет поступать тепло. Ну, как совсем скоро. Запускай! Рано, да, еще? «Фьюжн» – новый жилой комплекс на Увятском районе города. Его по достоинству оценят ценители загородной жизни. В конце сентября планируется старт продаж второй очереди. Приобретайте квартиру в ЖК «Фьюжн». При строительстве ЖК «Фьюжн» мы используем высокотехнологичные материалы, что по достоинству оценивают наши клиенты. Мы создаем современные объекты для вашей комфортной жизни. Жилой комплекс «Фьюжн» – это слияние стиля жизни города и природы. Приобрести новое комфортное жилье вам помогут в отделе продаж на Ленина 99В и по телефону 21 17 26. Всем привет! Я напоминаю, что вы смотрите «Бизнес-ланч» на Первом городском канале. И сегодня у меня в гостях очаровательная Оксана Касимова. Да, можно уже, кстати, курицу обжаривать. Курицу обжаривать. Пока заваривается наша лапша, мы ее сейчас заливаем кипятком варить, и ни в коем случае не надо доводить ее до готовности аль денте. Так, я обжариваю курицу, а тебя хочу спросить следующее. Мы очень много сегодня говорили про музыку. Музыка – это твоя жизнь, музыка – это 24 часа, о чем ты думаешь и чем ты живешь. Но, скорее всего, у такого замечательного, творческого человека есть еще и другие интересы, кроме музыки. Конечно, конечно. В свободное время, вечером, да, один вечер в недельку я посвящаю кондитерскому делу. Я очень люблю делать такие тортики, небольшие, вкусненькие, да. Я поняла, что мне вот как-то один вечер я засела, я купила все принадлежности. У меня есть поворотный столик, есть этот комбайн, который замешивает крем. Да, и, в общем-то, теперь я делаю. Так, и как давно у тебя такой обычный день? Я начала с января. А в этом году? В этом году, да. Кстати, дорогие друзья, как вы поняли, наша героиня очень любит готовить сладкое. А для этого нужны что? Правильные инструменты и ингредиенты. Для этого предлагаем сходить вам в магазин «Карамель». Здесь легко выбрать товары по вашим предпочтениям. Пищевая печать, сыры, упаковка, красители и ароматизаторы. А также декор для ваших кондитерских изделий. А тем, кто любит нестандартные решения, подойдут разнообразные силиконовые формы для выпечки и формы для шоколада. Порадуйте себя новинками кондитерского дела. «Карамель Волкова-1». Вход через аптеку «Сердцевяпке». У музыканта как у людей? Пять на два? Или у вас какой-то... Нет, у нас все время, как только есть, выдается свободная минутка, да, опять-таки же, чтобы поддержать. Но это как спорт. На самом деле, если ты прекращаешь заниматься, прогресс будет тогда, когда ты будешь заниматься этим все время. Как с личной жизнью при такой... или ты себя в карьере? Ну, я в карьере, но сердце мое не свободно. Ты довольно известный человек в своей сфере. Есть ли у тебя, не знаю, какой-нибудь толпа поклонников, которые постоянно приходят к тебе на концерты? Да, у меня есть... я тут выяснила, что у меня есть действительно моя публика, которая меня любит, которая мне дарит цветочки. Да и вообще просто они мне всегда пишут положительные отзывы в комментариях. То есть тут я даже просто гуляла по городу, и люди ко мне подходят и говорят, «Косана, мы вас так любим, мы ходим к вам на концерты». Ты уже много лет работаешь в филармонии. Что тебя держит в филармонии, почему ты до сих пор не уехала из Кирова? У тебя же что-то держит? Меня держит, да. Вообще мне очень нравится город Киров. Ну, на самом деле, я люблю его. Во-первых, у меня здесь живут мои замечательные родители, мой братик. Моя любимая работа. То есть я не вижу себя в каком-то другом городе. Москва – это слишком большой и суматошный город. Ну, возможно, Питер. Но на самом деле я очень люблю Киров. Это интересно. У нас классный город, у нас есть куда сходить, у меня тут друзья, работа. Вообще, то есть куда-то уезжать и что-то менять, с кота в мешке нет. Жизнь артиста прекрасна. Артистки ездят на гастроли, путешествуют. Я так понимаю, что ты, наверное, у нас много где побывала. Я много где побывала. В диком восторге. Я когда буду такой уже достаточно взрослой дамой, мне кажется, что я буду жить в Италии. Где-нибудь в Венеции, да. Я настолько влюбилась в этот город. Скажи мне, пожалуйста, про свои личные планы на ближайшие 5 лет. О, я так далеко еще не заходила. Ну, давай хорошо на год. Я хочу выступить в Лужниках. А, кстати, а мы, знаете, выступали в Кремле, выступали, да. Да-да-да, буквально в прошлом октябре, да, у нас. Мы выступали не в большом зале, а в малом, но малый зал, в общем, там не две ли тысячи посадочных мест. В общем, нас пригласили в качестве хедлайнеров, да. Кремль, это сильно, простите, я не знала, стыдно. Давай что-то земное. Что-то земное. Я вот, очень, у меня есть мечта, она давняя, я хочу мамочку свозить в Таиланд. И я думаю, что у нас все получится. А теперь самая моя любимая часть этой телепередачи. Это дегустация. Давай. Для меня даже больше это не как салат, а полноценное второе блюдо. Да, его можно подать в холодном виде, это будет салат. Подать в горячем виде, это будет второй. Это горячее. Как раз тут и углеводы, и клетчатка, и белок. Идеально. Для худеющих вообще топ. Ребят, берите на заметку, рецепт прекрасный. Тебе огромное спасибо. Это был великолепный разговор, мне все очень понравилось. Я очень рада, что познакомилась еще с одним классным представителем нашей Вятской филармонии. Я приглашаю вас 8 октября на открытие сезона русских народных инструментов. Солист Сергей Зыков. Мы ждем вас, друзья. Приходите. Будет очень интересно. Ну что, огромное спасибо. Это был телепроект «Бизнес. Ланч» на первом городском канале. Ходите в филармонию, слушайте хорошую музыку. Ну и, конечно, смотрите наш телеканал. Всем пока. Благодарим за помощь в организации съемок, фабрику, индивидуальной мебели «Вираж» и компанию «Метро».